Склады оружия по всей Европе опустошены. На их восполнение уйдет от 5 до 10 лет. Такое мнение выразил бывший премьер Словакии и лидер партии «Голос. Социальная демократия» Петр Пеллегрини. Политик ясно дал понять, что Словакия больше не может оказывать военную помощь Украине из-за недостатка ресурсов. При этом Пеллегрини упомянул, что украинский конфликт открыл новые перспективы для оборонной промышленности Словакии. Производство оружия обеспечивает стабильный доход и рабочие места в стране. Высказывание словацкого политика нам прокомментировал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Чистить, пылесосить буквально хранилище. Это с одной стороны. С другой стороны, западные политики радуются тому, что теперь будет перезапуск ВПК, который, как они надеются, станет локомотивом экономического развития. И, если вы заметили, Германия второй квартал подряд фактически находится в стадии стагнации в экономическом плане. А проблема для европейской экономики заключается в отказе от российских энергоносителей. Причем проблема очень серьезная. Именно специалисты связывают стагнацию в германской экономике именно с этим отказом. Поэтому, когда Олаф Шольц порадовался, что Германия окончательно избавилась от так называемой энергозависимости от России, здравомыслящие эксперты, прагматично настроенные, покрутили уиска пальцем. Потому что Германия добровольно отказалась от конкурентного преимущества, которое обладало последние 30 лет. Это конкурентное преимущество переходит сейчас в Индию, в Китай и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если честно, я не понимаю радости, хотя и бывшего премьера Словакии, относительно того, что сейчас заработает ВПК и снаряды, и рабочие места, и так далее. Друзья, для производства снарядов необходимы ресурсы, конкретное сырье и возможности для ВПК. В условиях стагнации это невозможно. В условиях ограничения поставок сырья, в том числе из России, которая является одной из кладовых мира, это невозможно. Так что ситуация вполне вероятно будет усугубляться. Пока об этом западные политики не говорят, но многие уже думают. Ну, тот же бывший премьер Словакии Пелегрини сказал, что если произведем не мы, то произведет кто-то другой. Наверное, посмотрев за океан в сторону Вашингтона. Обязательно произведет. Произведет Южная Корея, произведут другие страны, которые не следуют слепо в фарватере американской политики, не отказываются от российских ресурсов. Но производить они будут для себя, прежде всего. Вообще, прорисовываются масштабы вот этой глобальной аферы, в которую США втянули европейские страны, ослабляя европейскую экономику и дезориентируя ее фактически. Афера состоит в том, что США, по сути, переложили, как они переложили, тяготы и обременения по выплатам своих долгов на своих союзников, в том числе в Западной Европе. Они точно так же перекладывают основные тяготы и траты на европейцев за счет конфликта, который происходит на их территории. По-моему, для американцев эта ситуация достаточно выигрышная. Павел Анисимов и политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Вести ФМ Поведение украинского лидера заставляет терять самообладание и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В своем ответе Зеленскому на его претензии по поводу военной помощи он не искал дипломатических выражений. «Мне плевать на Штаты и на Украину. Я венгр по национальности. И я не хочу потерять свою страну из-за идиота, устроившего бойню в центре Европы. И с кем? С России», – заявил Орбан. Ранее премьер Венгрии называл своими политическими противниками международные провоенные группы интересов, в число которых включил и администрацию Джо Байдена, провоенных брюссельских бюрократов и, по его выражению, международных спекулянтов, которые хотят нажиться во время войны. Премьер Венгрии уточнил, что под спекулянтами понимает в том числе и Джорджа Сороса, который, по словам Орбана, много лет назад писал, что страны центральной Европы следует использовать для опосредованной войны против России, потому что они более терпимы к человеческим жертвам, которые влечет за собой война, чем Запад. Также Орбан утверждал, что пока США финансируют войну, конфликт не прекратится. То, что происходит сейчас, разрушает Европу, разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику. Украина в финансовом плане – это несуществующая страна. У нее был резкий спад в экономических показателях, что из-за войны совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, будем ли мы содержать Украину. И как только американцы и Европа ответят на этот вопрос отрицательно, только тогда война закончится. Президент Бразилии Лула да Силва после своего визита в Китай принимал главу российского МИД Сергея Лаврова. Это вызвало шквал критики в европейской прессе. Издания наперебой публиковали прогнозы, что после таких переговоров он может потерять благосклонность Запада. А заявления бразильского лидера о необходимости отказа от доллара только подтвердили вероятность этих прогнозов. Каждый вечер я задаю себе вопрос, почему все страны должны быть привязаны к доллару в торговле? Почему мы не можем делать это в привязке к нашим валютам? Кто вообще решил, что после отказа от золотого стандарта валютой должен быть доллар, а не юань, реал или песо? Тесными связями с Западом готов поступиться и президент Южноафриканской республики Сирил Ромофоса. Под его руководством страна стала больше ориентироваться на Россию и Китай и приняла у себя российские и китайские военно-морские силы для проведения совместных учений. Вашингтону также не следует рассчитывать на поддержку Индии в случае обострения отношений с Пекином, заявил эксперт в области американо-индийских отношений Эшли Телес. Он подчеркнул, что свою позицию Индия обозначила еще в самом начале военного конфликта на Украине и ясно дала понять, что не собирается поддерживать антироссийские действия. Местные власти Италии столкнулись с угрозой значительных непредвиденных расходов после того, как Верховный кассационный суд страны обязал муниципалитет города Бриэше в Ломбардии выплатить семейной паре 50 тысяч евро за то, что чиновники не смогли оградить пожилых людей от шума, который производили по ночам посетители расположенных поблизости баров и ресторанов. Рассказывает наш европейский корреспондент Александр Зуев. Пожилая семейная пара провела не одну бессонную ночь под аккомпанемент громких разговоров и криков зачастую нетрезвых клиентов баров и ресторанов у себя под окнами, пока не добилась приговора суда в свою пользу. Особенностью процесса, который длился год, стало то, что ответчиками на нем выступали не владельцы питейных заведений, а городские власти, оказавшиеся неспособными решить проблему ночного шума. А поскольку подобных жалоб в итальянских судах лежит немало, решение Верховного суда может вызвать эффект домино, введя местные администрации в непредвиденные расходы. Так, аналогичная жалоба 29 жителей района Сан-Сальварио в Турине ожидает своего решения в Верховном суде. Истцы претендуют на 1,2 млн евро компенсации. В баре 140 человек подали подобный иск против прокуратуры из-за ее бездействия в борьбе с ночными шумами. При этом итальянское законодательство предполагает не только административную, но и уголовную ответственность за беспокойство, вызываемое шумным соседством. Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или штрафов 309 евро за шумы, которые выходят за рамки нормальной допустимости. Но проблема в том, что точного определения этой самой нормальной допустимости в законодательстве попросту не существует. Поэтому ее предел определяет судья, опираясь на показания свидетелей и собственные представления о норме. Чтобы избежать разночтений, мэр Равене Мишель де Паскаль призвал руководство страны принять более точные законы, которые бы гарантировали соблюдение правил, касающихся ночной жизни, и одновременно защитили бы местные власти от посягательств разъяренных граждан на локальные бюджеты. Пока же для многих итальянцев пожелание спокойной ночи оказывается несбыточной мечтой. Хотя бывают и исключения, порой парадоксальные. Например, на острове Капри с 1960 года действует закон, запрещающий ношение чрезвычайно модных в ту пору сабо – массивной обуви, издающей при ходьбе громкий стук. А в прошлом году супружеской паре из провинции Специя удалось через суд избавиться от шума сливного бачка, мешавшего им спать. Новые владельцы квартиры, примыкавшие к их апартаментам, перенесли во время ремонта туалет, и в результате сливной бачок оказался вмонтирован в стену спальни соседей, как раз за изголовьем их кровати. Чтобы добиться покоя, супругам пришлось дойти до кассационного суда. При этом тяжба длилась 19 лет. В результате суд постановил вернуть туалет на прежнее место и выплатить истцам по 500 евро за каждый год бессонных ночей. Александр Зуев, Европейское бюро Вести-ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова